Всем привет! Сегодня я хотела бы вам показать вот такую вот замечательную игрушку-развивалку, которую можно дать ребеночку и не бояться, что он что-то там откусит, проглотит. В принципе, игрушка очень безопасная. На самом деле сделать ее очень просто, поэтому я не стала записывать мастер-класс, а просто вам вот так вот покажу и расскажу, как ее сделать. Я взяла обычный пенопластовый каркасик вот такой вот в виде шарика диаметром 8 см. Обвязала его хлопком разноцветным. Использовала я хлопок от фирмы Alize Bella. Вот в виде всех цветов радуги, переходящих из красного в розовый. То есть я довязала до сиреневого цветами спектра, а затем довязала еще розовым низ для того, чтобы как бы довязать шарик. Меняла я цвет каждые 5 рядочков. Сделала сначала вот такое донышко, как на обычную, с шапочком, столбиками без накидов. Затем вывязала высоту и немножечко завершила убавлениями. Но, честно говоря, для тех, кто будет использовать именно пенопластовый каркас, то здесь, смотрите, по ходу вязания может где-то нужно прибавить, где-то убавить по ходу набирания высоты. Так как это не, скажем, эта игрушка вяжется именно по ходу обвязывания шарика, а не наполняется потом через небольшое отверстие. То есть, можете, в принципе, наполнить холофайбером, плотно тоже получится шарик. Но, честно говоря, я хотела очень легкий такой вот, и именно пенопласт дал вот эту легкость. Если наполнять холофайбером, то получается потяжелее шарик. Можно взять пластиковый, какую-нибудь тарахтушку, если вы хотите, чтобы это была погремушка, любого диаметра, и затем обшиваете вот такими пуговичками. Очень хорошо этот шарик развивает мелкую моторику у ребенка, хорошо реагирует зрением, так как здесь очень много деталей. Есть что посчитать, есть что найти. То есть, допустим, вы ребенку задаете какие-то задания, там где зайчик, елочка и так далее. Вот, и он уже ищет. Можете посчитать количество пуговичек, можете просто вот именно как погрызушку использовать. Либо, ну, как бы, это является, в принципе, безопасной игрушкой. Я считаю, что здесь невозможно ни обо что поцарапаться, что-то отгрызть. Здесь, чтобы отгрызть ребенку именно эту пуговичку, очень нужно хорошо постараться. Вот, мне кажется, такая игрушка довольно-таки простой, легкой в выполнении. Очень много в интернете различных схем и объяснений по обвязыванию шарика. Просто меняете цвет на другой, если хотите, полосатый, вот так, как у меня, и обшиваете пуговичками. И можно использовать, в принципе, и пластиковые пуговички. Я решила дерево, так как это является более гипоаллергенным материалом. Вот есть крашеное дерево. Вот, поэтому, конечно же, кому понравилось, комментируйте, оставляйте комментарии. В описании я оставлю ссылочку на пряжу Ализабелла более подробно. Для тех, кто не знает, посмотрите. В общем, всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok